Двое суток, 22 часа, 47 минут и 33 секунды продержался в проекте Евгений Кашкаров. Плюс 4 часа за 4 правильных ответа. Получается трое суток, 2 часа, 47 минут и 33 секунды. Столько, как минимум, нужно продержаться Рахим Джону Хаджиеву, чтобы претендовать на призовые 100 тысяч рублей. Двое суток, 22 часа, 47 минут и 33 секунды. Для вас это стало неожиданностью или нет? Потому что наша команда очень удивилась. Мы думали, что Евгений продержится гораздо меньше. Ну, в принципе, неожиданностью. Не совсем сказать, что стало неожиданностью, но он продержался чуть больше, чем я думал на самом деле. То есть, Евгений показал свой характер о том, что он не сдается, что он человек волевой достаточно. Да, я его похвалила, когда он вышел. Я говорю, Евгений, вы на самом деле молодец. Показали себя довольно достойно и хорошо. Давайте посмотрим его последние минуты перед тем, как он нажал кнопку. Он какое-то время ходил из угла в угол, напевал что-то. Существует, что он что-то думает, вернее, обдумывает как раз возможность выхода для себя, скорее всего. Потому что немножко такая суетливость есть, поход по комнате туда-сюда, скажем так, напряжение немножко чувствуется в его движениях. То есть, он пытается сейчас расслабиться вот этими простыми движениями. Рук, ног, потанцевать, потопать. То есть, это способ, опять же, снять напряжение. Я правильно понимаю, что он пытается расслабиться, но тем самым демонстрирует нервозность некоторую? Ну, да, по факту это да. Его способ расслабиться, но говорит о том, что он испытывает небольшое напряжение внутреннее, о том, что ему надоело, есть внутренняя тревога какая-то определенная. Ведь хочется ему что-то поделать, он должен какую-то новую вид своей деятельности придумать. Но сейчас его эмоциональное состояние таково, что ему хочется находиться в совсем другой обстановке. У нас вся команда вчера, это была середина рабочего дня, разгар был, и мы все пристально наблюдали за ним. И мы почти до минуты предугадали, когда он нажмет. Потому что пик его активности вот пришелся как раз на это время. И нам показалось, что он принял решение давно, но такое ощущение, что чего-то ждал. Сомневался. Сомневался, да? То есть, можно предположить такое, что у него сомнения были выходить, не выходить. Возможно, он пытался понять свои внутренние часы, сколько все-таки времени он провел, потому что в этой комнате очень сложно отслеживать, соответственно, внешнее время. Потому что мы уже обсуждали, что оно течет гораздо медленнее. Так и получилось. Он предположил, когда он вышел оттуда, он предположил, что он провел там. И не намного разошлись его слова с реальным временем, проведенным им там. Но, тем не менее, на несколько часов он предположил, что он был там дольше. И, пожалуй, это вот пик его активности за все время. Потому что, кроме того, что он сидел там на постели и кидал бумажки, у него каких-то таких передвижений особых по комнате не было. Он в основном бездействовал, и у него было пассивное такое времяпрепровождение. Но я хочу сказать, что когда он вышел, он такой на позитиве был. Я предполагала, что он, может быть, будет раздражен, как-то ему будет поскорее как-то уйти. Но нет, он был крайне на позитиве. Такое ощущение, что он был рад и, может быть, даже горд с собой. Ну, вот так вот. Да, характер Евгения, он, в общем-то, в том, что, когда он прошел этот этап, он прошел для себя это испытание. И, конечно, для себя он в определенной степени, в общем-то, понял, что он может преодолеть такие сложности, да, с которыми он столкнулся. Поэтому, конечно, у него будет и плюс сама обстановка, она сменилась. Поэтому, конечно, он будет испытывать чувство, в любом случае, повышения настроения, позитива, энергетики, что он это смог сделать. Скажите, вот ему после такого, по сути дела, кратковременного пребывания в изоляции нужна ли какая-то адаптация? Нет, Евгений достаточно, у него нервная система устроена достаточно стабильно, поэтому ему буквально, он может переменить свой вид деятельности сразу же. Ему нет необходимости на то, чтобы там отдохнуть, еще что-то. Я даже не удивлюсь, если после того, как он вышел из комнаты, сразу поехал по своим делам, или там принять ванну душ, ванну душ. Он собирался в душ, да. Ну, принять ванну душ и по своим делам дальше. Более того, он, когда вышел, сказал о том, что он так посчитал, все прикинул, что выходить нужно в четверг, потому что в пятницу его позвали на день рождения, а ему надо быть на тусовке. Я хотел посидеть тут в пятницу, где-то часов до двенадцати, после того, как в пятницу, но я понял, что я лучше поеду домой, восстановлюсь, отдохну, то есть помоюсь и соберусь снова из рождения. Сделай паузу! Скушай рака! Раковарня! Телефон 917-337. Меховая выставка от ведущих фабрик. В суровые зимы наши шубы согреют тело и душу. Только в октябре. Шубы от 50 тысяч. Соболь, куница, норка, каракуль. Гарантия рассрочка. Проспект Ленинградский, 9А. Магазин Глория Букет. ГДК «Октябрь» ждет вас на конкурсном дне городского фестиваля шансона. Авторские песни, известные и любимые хиты, лирическая музыка и уютная атмосфера. 19 октября в 15.00. Телефон для справок 230-37. Такого ассортимента ты еще не видел. О таких ценах ты еще не слышал. О такой мебели ты даже не смел мечтать. Торжественное открытие Центра мебели. Приходи на фуршет и выигрывай скидки и подарки. 26 октября в 12.00. Улица Таежная, 204. Рынок ПТТСТ. Успех, как и театр. Начинается с вешалки, на которой висит стильный дорогой костюм. Твердо решил стать успешным? Начинаю с гардероба. Модная мужская одежда от европейских брендов «Олимп», «Бракс», «Дигель» в магазине «Дон Жуан». Микрорайон «Мирный» 7.2. «Дон Жуан». Для тех, кто знает толк в бизнесе и в костюмах. Ну, смотрел прямой эфир по каналу СИТВ и болел за него. Ну, он молодец, продержался хорошо, я думаю. Ну, как бы ввел себя очень спокойно и держался хорошо. Помните, да, его по собеседованию? Да, конечно. Достаточно тоже активный молодой человек. Активный, произвел впечатление такого добродушного. Ну, на позитиве, во всяком случае, у меня такие впечатления остались. Приехали подзаработать чуть-чуть и остались. Здесь женился, семья, дом. Вот и 20 лет уже здесь. У него модель поведения была такая. Он зашел и сразу начал говорить. И он, причем они у нас не оповещены о времени прямых включений, прямых вставок. То есть он не знает, когда точно его показывают в эфире со звуком. Но он очень часто разговаривает. Он рассказывает, что происходит. Он рассказывает, что у него в голове, о чем он думает. Свои мысли, ощущения. Да. И даже книгу, которую ему дали, он читает вслух. Вот о чем он так говорит? Это, ну, во-первых, Рахиджон, он достаточно активный сам по себе. То есть он в общей среде, да, вот в обществе он достаточно активный. Насколько у меня сложилось впечатление о нем такое. Он достаточно активный молодой человек. То есть он постоянно привык к общению, разговаривать. Значит, либо там по телефону, либо с кем-то при личной встрече. Поэтому, конечно, когда он попадает в такие условия, достаточно изолированные, где не с кем поговорить, для него это тоже, в общем-то, вызывает определенное внутреннее напряжение. И он борется с этим внутренним напряжением. Вот, собственно, таким способом он пытается разговаривать. Так как нет собеседника, он озвучивает свои действия, свои мысли, все, что он видит, как он себя ощущает. Он сейчас думает о том, что он все равно его видит, все равно его слышит. И кто-то поддерживает, скажем так, его диалог. Ну, то есть, грубо говоря, кто-то все равно его слышит. То есть это хороший рабочий ход такой. Если не с кем поговорить, поговори просто вслух. У него, да, характер такой. Первое время снять напряжение. Я думаю, что он и дальше будет периодически. Вот если первое время это было там постоянное общение с камерой, я думаю, что через какой-то период времени он станет меньше говорить. То есть он просто будет озвучивать какие-то моменты. То есть вот это общение с камерой, оно будет постепенно снижаться, скажем так. Его активность, общение со зрителями. Поэтому, да, это способ снять и внутреннее свое напряжение, да, и способ его диалога с внешним миром. И самая главная мотивация. Ну, там нельзя курить. Вот хочу бросить курить, может, так я. Сколько вы куриваете в день? Ну, в день где-то. Ну, 10, может, вот так. 11 сигарет в день. Ну, почти что, да, это на 2 дня. В условиях изоляции сложнее ему будет бороться со своей привычкой или проще? Вот у него сейчас нет никаких соблазнов. То есть пачка сигарет нигде не лежит. Когда если бы она лежала, было бы сложнее, да, как бы с этой привычкой справиться. А сейчас вот в условиях в этой комнате ему легче будет как-то совладать с собой, с желанием покурить? Нет, достаточно сложно. Почему? Потому что, когда человек бросает курить, особенно если это резко, ему нужно, у него немножко вот своя тревожность какая-то, она опять же нарастает, да. Вот. Ему постоянно надо чем-то себя занять. То есть, да, руками какая-то моторная активность, либо там вот семечки, конфеты, еда. То есть, как правило, все знают, что бросает курить, начинает больше кушать. Вот. Это такая, ну, подсознательная наша привычка чем-то себя занять. То есть, то время, когда мы... Не замена, а автозамена. Автозамена, да. То время, когда мы курили, чем-то другим занять. В данных условиях ему будет очень сложно делать это, потому что у него ограниченные условия. Логично, автозамены нет. Да, но я думаю, что он будет очень много пить воды, в принципе, он будет моторно какую-то проявлять активность. Это будет вот его изоляция от никотина, она будет именно так. Времени нет. Ну, в обычной жизни нет времени книжку прочитать. А так было бы очень хорошо и, ну, и будет здорово, что будет время прочитать книжку. И, ну, я думаю, будет что-то, ну, из классики, наверное, русской. Следующую книгу, которую мы хотели бы порекомендовать, это «Обломов» Ивана Гончарова. Действие разворачивается в комнате, в квартире главного героя, Ильи Ильича Обломова. И мы постепенно начинаем его узнавать. Собственно, в шоу «Долгая ночь» мы тоже оказываемся в комнате, где главный герой у нас что-то делает или не делает, и телезритель также начинает его узнавать. Возвращаясь к «Обломову», мы видим, что этот человек ленивый, мечтатель, любитель поспать. И когда читаешь первую часть этого романа, хочется тоже лечь и прикорнуть, отдохнуть как-то, да. И человек, который пересилил в себе это и начал читать дальше, уже видит, что герой преображается. То есть он начинает меняться. Он начинает ценить дружбу, ценить любовь. Он, наконец-то, обретает душевное спокойствие в себе. Но, к сожалению, в конце это душевное спокойствие приводит его к его изначальному состоянию, что в финале заканчивается, конечно, трагически. Мой любимый вопрос – сколько этот участник у нас придержится? Мне почему-то кажется, что ему будет достаточно сложно все-таки, потому что он привык к общению, он привык к диалогу. Но если учитывать, что он будет вести диалог со зрителями, да, вот с тем, кто за ним наблюдает, ну, я думаю, что сутки-полтора я могу отвести на этот период времени. На мое усмотрение больше пяти дней. Ну, такой трудный вопрос. Ну, пусть будет пять суток. Время покажет.